Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Вот так я играю это используя техниках хил-то Вы можете играть разными техниками, слайдом, хил-апом, как удобно именно вам Но пока играются 32-е ноты, я не считаю их хобби Я не настолько продвинут, чтобы просчитывать каждую Потому что они слишком быстрые, их слишком много, я сломаю себе язык Так что я просто считаю 16-ми, как показал Раз-ти-ка-та Да, можете раз-ти-ка-та, два-ти-ка-та, три-ти-ка-та и так далее, если хотите Вы же хотите выглядеть так же смешно и глупо, как и я Давайте сыграем это в темпе 80 ударов в минуту И я покажу, как звучит это под клик метронома Продолжение следует... Так если вы будете делать эти упражнения хотя бы 5 минут в день Хотя бы только эти 5 минут в день Вы удивитесь, насколько быстро станете играть Следующее упражнение То, что я играю чаще остальных Я не знаю, то ли потому, что это я люблю 16-е триплеты Или это я просто привык к этому упражнению Эту упражнению, по сути, есть восьмые доли на хай-хэте Со вставками двух шестнадцатых триолей между ними Так что, если хотите, можете считать как Раз-ти-та Раз-ти-ка-и-ти-ка Два-ти-ка-и-ти-ка Три-ти-ка-и-ти-ка Че-ти-ка-и-ти-ка Как видите, вот тут все восьмые попадают в долю Я не люблю говорить тика Реально не люблю Поэтому так никогда не считаю, играя их просто по ощущению Самое главное, чтобы хэд попадал на Раз-и-тво-и-три-и-ч-и-и-и-н Покажу вам, как это должно быть. Так, если у вас от этого ноги не отваливаются, то я не знаю, от чего они отвалятся. Даже у меня начинают болеть сзади икры, и даже спереди немного. Не знаю, как там эти мышцы называются. Но суть в чем, если мышцы сейчас болят, то в дальнейшем вы будете играть, это все быстрее и дольше, и так потихоньку раскачиваться. Последнее упражнение будет, по сути, на малом барабане, хорошо? Играем 4 удара в рабочий, потом 2 в бочку, группами в 16-х триолях в первом такте. А потом делаем 6 ударов на рабочем и в 2 в бочку, в 2 группы третьи вторыми. При игре в более быстром темпе, переключаться между 16-ми триолями и 32-ми долями очень тяжело. Так что это великолепное упражнение, особенно при отработке сложных переходов. А если вы уже досмотрели до этого видео, значит, вероятно, вы уже пытаетесь что-то такое делать. Поэтому важно четко укладывать быстрые двойки, особенно в переходе с триолей с 16-ми на 32-й доля. Потому что это очень просто, по себе знаю, очень просто их все перемешать. И 16-я триоль будет как 32-я доля, или наоборот, 32-я доля как 16-я триоль. И уж тем более, когда вы играете супербыстро, потому что все в угаре и очень тяжело правильно все разделить. Давайте начнем на 70 ударов в минуту и вслушаемся в разнице между длительностями. Темп будет меняться по ходу упражнений, и мы должны будем переключаться между 16-ми триолями и 32-ми долями. Кстати, если у вас нет нот, можете просто скачать их по ссылке под видео, если вы сейчас на сайте drumlessons.com. А если нет, внизу в видео в инфо-секции есть ссылка на сайт, где вы найдете это видео, и там вы можете скачать ноты для него. Там не надо регистрироваться и все такое. Давайте выполним это упражнение на 70 ударах в минуту. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы рекомендуем начать играть это по всей установке. Это несложно, и вы можете придумывать любые навороты. Вы можете объединить в группы разные барабаны и размахивать руками по всей установке. То есть вы вроде как работаете над ногами, над длительностями и еще и над переходами по установке. Тут масса вариантов на любой вкус. На этом наши уроки по скорости одиночной бочки подходят к концу. У нас были начальные занятия, средние, теперь у нас было продвинутое. И теперь перед вами вся жизнь, чтобы над этим работать. Я и близко не подошел к тому уровню скорости, контролей силы, которого бы я хотел добиться. Это все время самосовершенствования. Я всегда хочу стать лучше, и очень желаю, чтобы вы хотели того же. И вы знаете, придумывайте свои упражнения, присылайте мне их. Мы всегда рады их видеть. У нас есть страница на фейсбуке, facebook.com, drumlessons.com. Делитесь там видео. Особенно если придумали новое упражнение, мы будем очень рады его видеть. И я все время проверяю эту страницу, и мне очень нравится смотреть ваши ролики. Ну и напоследок, спасибо, что смотрели это видео. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok